Сан-Франциско 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 Прокурор стукнул кулаком по фотографии женщины на обложке журнала «Тайм». Подпись под фотографией гласила «Доктор Пейдж Тейлор, ангел милосердия или апостол сатаны?» «Доктор Пейдж Тейлор!» — голос окружного прокурора был полон презрения. Он повернулся к Гасу Веннаблу, главному представителю обвинения. «Я передаю это дело тебе, Гас. Мне нужен обвинительный приговор. Убийство первой степени. Газовая камера». «Не беспокойтесь», — тихо произнес Веннабл. «Я позабочусь об этом». Сидя в зале суда и наблюдая за доктором Пейдж Тейлор, Гас Веннабл подумал, она неуязвима для суда присяжных. Но тут же улыбнулся про себя. Никто не может быть неуязвим для суда присяжных. Высокые, стройные, темнокарие глаза, выразительность которых еще более подчеркивала бледное лицо. Равнодушный наблюдатель не посчитал бы ее привлекательной, но более внимательный мужчина отметил бы кое-что другое. В ней как бы сосуществовали вместе разные ее жизни. Радостное возбуждение ребенка, наложенное на застенчивость и нерешительность молодой девушки, под которыми проглядывали мудрость и страдания взрослые женщины. Было в ней и какое-то целомудрие. Она из тех девушек продолжал размышлять цинично Гас Веннабл, которую мужчина рад был бы привезти к себе домой и познакомить с мамой, если только его маме нравятся хладнокровные убийцы. В ее взгляде сквозила какая-то мрачная трешенность. Этот взгляд говорил, что доктор Пейдж Тейлор ушла глубоко в себя, в другое место, в другое время, подальше от этого холодного серого зала суда, ограничившего ее свободу. Судебное заседание проходило в старом здании Дворца правосудия на Брайант-стрит. Дворец, в котором размещались Верховный суд и окружная тюрьма, представлял собой отталкивающий взгляд сооружения высотой в семь этажей, сложенное из квадратных серых камней. Посетителей, приходивших сюда, пропускали через электронную систему безопасности. Верховный суд занимал третий этаж здания. В зале заседания номер 121, где слушались дела об убийствах, кресло судьи стояло возле дальней стены, на которой висел государственный флаг США. Слева от кресла судьи располагалась скамья присяжных. В центре зала два разделенных проходом стало. Один для представителя обвинения, другой для представителя защиты. Зал заполнили репортеры и зеваки, которых всегда привлекали слушания дел об автокатастрофах со смертельным исходом и убийствах. Как и каждое дело об убийстве, нынешнее тоже представляло собой спектакль. Главный обвинитель Гас Венабл и сам являл собой весьма эффектное зрелище. Дородный мужчина с копной седых волос, козлиной бородкой и изысканными манерами плантатора-южанина. У него был вид рассеянного и нерешительного человека, но мозги работали как компьютер. В любое время года он носил белый костюм и старомодную рубашку с жестким воротничком, что служило его своеобразным фирменным знаком. Противником Венабла в суде был Алан Пенн, защитник Пейдж Тейлор. Плотный энергичный ловкач, создавший себе репутацию адвоката, всегда добивающегося оправдания своих клиентов. Они встречались не первый раз, и их взаимоотношения основывались на невольном уважении и полном недоверии друг к другу. К удивлению Венабла, Алан Пенн явился к нему за неделю до начала судебного заседания. — Я пришел оказать тебе услугу, Гасс. — Бойся защитников дары приносящих. — Что ты задумал, Алан? — Послушай, я еще не обсуждал это с моей клиенткой, но, предположим, просто предположим, что я уговорю ее признать себя виновной, чтобы смягчить приговор и избавить штат от расходов на слушание дела. — Ты просишь меня о сделке в обмен на ее признание? — Да. Гасс Венабл порылся в своем столе. — Не могу найти этот чертов календарь. Ты знаешь, какое сегодня число? — Первое июня, а что? А я уж было подумал, что наступило Рождество. Иначе ты не стал бы выпрашивать у меня такой подарок — Гасс. Сидевший в кресле Венабл наклонился вперед. — Знаешь, Алан, если бы это было обычное дело, я бы пошел к тебе навстречу. Сказать по правде, я предпочел бы сейчас ловить рыбу на Аляске. — Но мой ответ будет отрицательным. Ты защищаешь хладнокровную убийцу, которая лишила жизни беспомощного пациента ради его денег. Я буду требовать смертного приговора. Я думаю, она невиновна, и... Венабл громко хохотнул. — Нет. Ты не считаешь ее невиновной. И никто так не считает. Это дело проще простого. Твоя подзащитная так же виновна, как и Каин. Нет, пока это не объявит жюри присяжных, Гасс. Они объявят. Гасс помолчал. Объявят. После ухода Алана Пенна он сидел в кресле и размышлял об их разговоре. Приход Пенна был признаком его слабости. Пенн понимал, что у него нет шансов выиграть это дело. Гасс Венабл подумал об имеющихся у него неопровержимых доказательствах, о свидетелях, которых он вызовет в суд, и остался вполне доволен. Сомнений не было никаких. Доктора Пейдж Тейлор ждала газовая камера. Составить список присяжных оказалось не так-то просто. Газеты уже несколько месяцев пестрели заголовками об этом нашумевшем деле. Хладнокровное убийство вызвало огромную волну всеобщего возмущения. Председательствующей на суде была Ванесса Янг, строгий, блестящий, темнокожий юрист, которую, по слухам, прочили в судьи Верховного суда США. Она была известна своей нетерпимостью к адвокатам и вспыльчивым характером. В Сан-Франциско среди адвокатов по уголовным делам ходила поговорка. «Если твой клиент виновен, но ты рассчитываешь на милосердие, держись подальше от судьи Янг». За день до начала судебного заседания Ванесса Янг собрала в своем кабинете представителей обвинений и защиты. «Нам надо условиться о некоторых правилах, джентльмены. В связи с серьезным характером этого дела я намерена допускать определенные скидки, чтобы защита убедилась в непредвзятости суда. Но предупреждаю вас обоих, не пытайтесь воспользоваться этим преимуществом. Вам ясно? Да, Ваша честь. Да, Ваша честь». Гас Веннабл заканчивал свою вступительную речь. «Итак, господа присяжные, обвинение намерено доказать, да, доказать без всяких сомнений, что доктор Пейдж Тейлор убила своего пациента Джона Кронина. Но она не просто убила его, а убила из-за денег, больших денег. Она убила Джона Кронина ради миллиона долларов. Поверьте, после того, как вы выслушаете все доказательства, вы, несомненно, признаете доктора Пейдж Тейлор виновной в убийстве первой степени. Благодарю вас». Присяжные сидели молча, не шевелясь, ожидая дальнейшего развития событий. Гас Веннабл повернулся к судье. «Если не возражаете, Ваша честь, в качестве первого свидетеля обвинения я хотел бы вызвать Гэри Уильямса». Когда свидетеля привели к присяге, Гас Веннабл обратился к нему. «Вы работаете санитаром в окружной больнице Эмбаркадеро». «Да, это так». «Работали ли вы в палате номер три, когда в прошлом году туда поступил Джон Кронин?» «Да». «Не могли бы вы сказать нам, кто был его лечащим врачом?» «Доктор Тейлор». «Как бы вы охарактеризовали отношения между доктором Тейлор и Джоном Кронином?» «Протестую!» Алан Пенн вскочил со своего места. «Обвинение предлагает свидетелю делать выводы. Протест принят». «Позвольте мне поставить свой вопрос иначе». «Вы слышали какие-нибудь разговоры между доктором Тейлор и Джоном Кронином?» «Да, разумеется. Я не мог их не слышать. Я все время работал в этой палате». «Могли бы вы назвать эти разговоры дружескими?» «Нет, сэр». «Вот как? Почему вы так считаете?» «Я помню, как в тот день, когда мистер Кронин поступил в больницу, и доктор Тейлор стал осматривать его, он сказал, чтобы она держала...» «Свидетель замелс». «Не знаю, смогу ли я повторить его выражение. Давайте, мистер Уильямс, не думаю, что в зале суда присутствуют дети». «Но он сказал ей, чтобы она держала свои гребаные руки подальше от него». «Он именно это сказал доктору Тейлор?» «Да, сэр». «Пожалуйста, расскажите суду, что вы еще слышали или видели». Он всегда называл ее «это сучка». Не хотел, чтобы она находилась возле него. Когда она заходила в палату, он обычно говорил такие фразы. «Опять явилась эта сучка». «Скажите этой сучке, чтобы оставила меня в покое. Почему мне не могут прислать настоящего врача?» Гас Веннабл сделал паузу и посмотрел туда, где сидела доктор Тейлор. Взгляды присяжных устремились в том же направлении. Веннабл покачал головой, словно был опечален, и вернулся к допросу свидетеля. «Показался ли вам, мистер Кронин, человеком, который намерен подарить доктору Тейлор миллион долларов?» Алан Пен вновь вскочил со своего места. «Протестую обвинение и призывает свидетеля высказать свое мнение». «Протест отклонен», — возвестила судья Янг. «Свидетель может отвечать на вопрос». Алан Пен посмотрел на Пейдж Тейлор и опустился на свой стул. «Терт ас-два», — заявил санитар. «Конечно нет». «Да он просто ненавидел ее». Место для дачи свидетельских показаний занял доктор Артур Кейн. Гас Веннабл приступил к его допросу. «Доктор Кейн, вы состояли в штате больницы, когда обнаружилось, что Джон Кронин был уби...» Он покосился на судью Янг. «Умер от инсулина, введенного внутривенно. Это так?» «Да». «А впоследствии выяснили, что виновата в этом доктор Тейлор». «Совершенно верно». «Доктор Кейн, я хочу показать вам составленное в больнице официальное заключение о смерти, подписанное доктором Тейлор. Веннабл взял со стола бумагу и передал ее Кейну. «Будьте добры, прочтите это вслух». Кейн начал читать. «Джон Кронин. Причина смерти. Остановка дыхания, вызванная инфарктом Мяккарда в результате легочной эмболии. А если более понятным языком? В заключении говорится, что пациент умер от сердечного приступа. И это заключение подписано доктором Тейлор? Да. Доктор Кейн. Это настоящая причина смерти Джона Кронина? Нет. Он умер от инъекции инсулина. Значит, доктор Тейлор ввела ему летальную дозу инсулина, а затем подделала заключение о смерти. Да. И вы сообщили об этом доктору Уоллесу, начальнику больницы. А он, в свою очередь, сообщил властям. Да. Я посчитал это своим долгом. В голосе Кейна зазвенело справедливое негодование. Я врач. И считаю невозможным ни при каких обстоятельствах отнимать жизнь у другого человека. Следующей вызвали вдову Джона Кронина Хайзу. Это была женщина лет сорока, согненно-рыжими волосами и пышной фигурой, которую не удалось скрыть под простеньким черным платьем. Гас Веннабл приступил к допросу. Я понимаю, как все это болезненно для вас, миссис Кронин, начал он. Но я должен попросить вас описать, жюри присяжных, ваши взаимоотношения с покойным мужем. Вдова промокнула глаза большим кружевным носовым платком. У нас с Джоном был счастливый брак. Он был замечательным человеком. Часто говорил мне, что я принесла ему истинное счастье, которого он никогда не знал раньше. Как долго вы были замужем за Джоном Кронином? Два года, но Джон всегда говорил, что это были два года в раю. Миссис Кронин, говорил ли ваш муж когда-нибудь с вами о докторе Тейлор? Говорил ли он, что считает ее прекрасным врачом? Или как она ему здорово помогла? Или что она ему очень нравится? Он вообще никогда не упоминал о ней? Никогда? Никогда. А не заводил ли Джон разговора о том, что намерен вычеркнуть из завещания вас и ваших братьев? Никаких разговоров. Он был самым щедрым человеком в мире. Он всегда говорил мне, что я могу иметь все, что захочу. А когда он... Он умрет... Голос вдовы дрогнул. Когда он умрет, я буду богатой женщиной, и... Она не смогла закончить фразу. Перерыв на пятнадцать минут, объявила судья Янг. Джейсон Куртис сидел в заднем ряду зала заседаний. Его буквально распирало от гнева. Он не мог поверить в то, что свидетели говорили о Пейдж. «Ведь это же женщина, которую я люблю», — подумал он. «Женщина, на которой я собираюсь жениться». Сразу после ареста Пейдж Джейсон Куртис навестил ее в тюрьме. «Мы будем бороться», — заверил он. «Я найму для тебя лучшего в стране адвоката по уголовным делам». В памяти у него моментально всплыло имя. Алан Пен. Джейсон отправился к нему. «Я слежу за этим делом по газетам», — сказал Пен. «Пресса уже постаралась и вынесла ей приговор за убийство Джона Кронина ради миллиона долларов. Более того, она сама признает, что убила его». «Я знаю ее», — возразил Джейсон Куртис. «И поверьте мне, Пейдж ни за что не сделала бы этого ради денег». «Поскольку она признает, что убила его», — продолжил Пен. «Мы имеем здесь дело с эфтаназией». «Умерщвление по гуманным соображениям запрещено в Калифорнии и в большинстве штатов, но отношение к этому противоречивое». Можно, конечно, вспомнить о Флоренс Найтингейл, о том, как она слышала голос Всевышнего и прочую чепуху. «Но вся проблема заключается в том, что ваша любимая убила пациента, который оставил ей в соответствии со своим завещанием миллион долларов. Что же первично, курица или яйцо?» «Она узнала об этом миллионе до того, как убила его, или после». «Пейдж понятия не имела об этих деньгах», — решительно заявил Джейсон. «Правильно. Это было просто счастливое совпадение», — уклончиво проговорил адвокат. «Но окружной прокурор настаивает на убийстве первой степени и требует смертного приговора». На этом книжка подошла к концу. Это был ознакомительный отрывок. Полную версию книги вы можете скачать или прослушать онлайн, перейдя по ссылке в описании под видео. Достаточно зарегистрироваться и, вуаля, книжка у вас. И помните, авторы, декламаторы, редакторы — тоже люди, они тоже хотят кушать и на добровольных началах, к сожалению, в наше нелегкое время работать фактически нереально, особенно качественно. Поэтому, ребята, поддержите, как минимум, автора и декламатора, купив лицензионную книгу. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!